Друзья, всем привет, с вами Тимур, и сегодня у меня для вас хорошая новость. Почему? Потому что с приходом iOS 13 теперь стало намного легче установить любую песню или какую-либо музыку, как рингтон на ваш iPhone. То есть вам не нужно будет использовать ни компьютер, ни какие там сторонние приложения. И вам также не нужно перекидывать музыку с вашего компьютера через программу iTunes на ваш телефон в приложение музыка, чтобы установить себе рингтон. То есть смотрите, как это делается. Вы, допустим, хотите найти какую-либо песню, которая вам нравится в интернете. Вы такой заходите в Safari, пишете в Google, допустим. Давайте напишем The Intro XX Скачать. Такой пишете. Вот первый я нажимаю, открываю его. Окей, нажимаю на Скачать. Вот здесь вот, Загрузить. Safari у нас скачивает эту песню. Давайте подождем, пока она скачается. Вот эта песня у нас скачалась и сохранилась в папке Файлы. Мы выходим отсюда. Теперь нам нужно будет скачать родное приложение GarageBand от компании Apple. Оно бесплатное. Вы просто заходите в App Store и скачиваете его. Открываем его. Окей. Нам нужно будет перейти в раздел Audio Recorder. Переходим. Нажимаем на него. Так. Теперь смотрите, что делаем. Есть вот такая вот иконка вот здесь вот. Нужно нажать будет на нее. Окей. Нажали. И тут с правой стороны на верхнем углу есть плюсик. Нажимаем на этот плюсик. И вот здесь вот ручная настройка нужно будет поставить на 30 секунд. Потому что максимальная длина какой-либо песни для лингтона это 30 секунд. После того, как вы это сделали, нажимаем на вот эту дичь вот здесь вот. Теперь смотрите, мы можем, то есть непосредственно выбрать с нашей музыки альбомы, допустим, Apple Music у меня есть. То есть раньше, чтобы установить, вам нужно было перекидывать через ваш компьютер какую-либо песню через программу iTunes на компьютер или на ваш телефон в приложение музыка, чтобы установить какую-либо песню. Теперь мы можем просто перейти в раздел Файлы, посмотреть объекты из программы Файлы. И вот The Intro XX у нас вот здесь вот скачан, он стоит. Я лучше уберу Dark Mode, потому что камера не может сфокусироваться. Так вот, The Intro XX у нас скачан. Мы нажимаем на него и смотрите, он у нас вот здесь вот появился. Мы теперь зажимаем и перекидываем непосредственно вот сюда вот. Воспроизвести. Или же можно будет его, допустим, кропнуть. И кропаем. И потом нужно будет вернуть его вот такой вот в порядок. Теперь смотрите, что можно сделать. Мы нажимаем на вот эту вот кнопку моей песни. Окей, вот моя песня. Можно вот так вот сдержать. И нажать на кнопку поделиться. Видите, значок рингтон. Нажимаем на рингтон. Продолжить. Давайте переименуем. Давайте вот так вот. The Intro XX. Экспортировать. Ждем. Экспорт завершен. Окей. Теперь выходим отсюда. Переходим в настройки. Так, где у нас звуки и тактильные сигналы? Рингтон. The Intro XX. Вот так вот это примерно работает. Я надеюсь, что с этим роликом я смог вам помочь. И без никаких проблем теперь в iOS 13 вы можете скачать какую-либо песню на ваш телефон. И потом ее вот таким вот образом установить. Если вам этот ролик понравился, то обязательно поставьте лайк. Оставьте ваши комментарии, что вы об этом всем думаете. А с вами был TeamLine. До новых встреч. Всем пока.